приобрел себе вот такой вот компьютер дал это тонкий клиент так называемый это дал вайс серии z конкретно этот за 90 до 8 из до 7 до 8 обозначает что на борту тут предустановлено windows 8 про что же такое тонкий клиент это компьютер не очень мощный здесь как раз стоит пассивное охлаждение никаких кулеров очень тихий достаточно компактный такие тонкие клиенты в основном используются в офисах в больницах какой у них принцип работы они подключаются по сети скоростной здесь гигабинтный ethernet порт есть вот и всю мощность вычислительную обрабатывают мощный компьютер либо сервер а вот вывод данных по сети и работа с пользователем как раз осуществляется через тонкие клиенты сейчас на вторичном рынке очень много их по довольно интересным ценам допустим в базовой комплектации которая идет здесь ssd накопитель 16 гигабайтный и 2 гигабайта оперативной памяти ддр будет стоить в районе 30 долларов 20 на ebay там на allegra еще где-нибудь что мы получаем за эти деньги во-первых компактный корпус на передней панели 2 usb 2.0 вход джек три с половиной на наушники и на микрофон также здесь в джеке 3.5 на наушники встроен оптической аудио порт далее с другой стороны видим разъем питания гигабитный ethernet порт 2 usb 3.0 2 usb 2.0 дисплей порт и 9 этот тонкий клиент поддерживает возможность подключения двух мониторов в нем стоит процессор amd gt 56 н со встроенной графикой двухъядерный каждое ядро по 165 гигагерца материнская плата данного тонкого клиента позволяет устанавливать максимально 8 гигабайт оперативной памяти ддр сейчас здесь стоит две планки по 4 чтобы разобрать его наш тонкий клиент нужно первоначально открутить подножку она прикручена двумя такими болтами далее необходимо выкрутить по одному с каждой стороны винту здесь и по одному здесь сзади устройства и снять крышку выдвигая ее зад сняв крышку нашему взор откроется уже модернизированный тонкий клиент здесь установлена система охлаждения с регуляцией самодельный добавлен модуль вай-фай со старого ноутбука также его антенны вот выходят сюда наверх взятый составу ноутбука стоит две планки ddr по 4 гигабайта ddr3 стоит диск ssd 60 к первым делом после покупки тонкого клиента снимите радиатор и поменяйте термопасту под кристаллом процессора и кристаллом видео делаем регулятор оборотов для кулера вот ноутбука который будет устанавливаться в тонкий клиент дал вайс что он из себя представляет это потенциометр он переменный резистор транзистор здесь кт 18 и пара проводов сейчас распаяем установим на место а вот так наше устройство выглядит в сборе все канонично присутствует синяя изолента значит устройство будет работать с этой стороны разъемы которые мы подключим разъемов который находится вот здесь крайний плюс получается а здесь там где пустой пин минус мы перед ним ряд вот сюда мы его запитаем прикручивается будет кулер саморезами от батареи шуруповерта bosch они как раз подходят и по длине и попадают в ухо нормально вот это для крепления вот сейчас установим и так установили кулер саморез здесь закручен во второй промежуток между пластинами и здесь тоже приблизительно по центру провода наверх трошки чтобы не касались радиатора так провод наш потенциометру пошел здесь мы будем регулировать обороты кулера здесь он идет на разъем usb белый это у нас плюс зеленый это минус ну что проверяем работу нашего регулятора все работает после установки системы охлаждения то есть кулера диск ssd можно установить таким способом и он прижмется крышкой и будет держаться когда не было кулера здесь был специальный кронштейн который крепился корпусу ssd стояла вот так в обратном направлении есть вариант что современные ссд разбирается корпус и там ты такая короткая плата и эту плату можно вставлять непосредственно в материнскую плату в комбинированный разъем есть такие видео на ютубе на крышке в этом месте был упор такой железный он такая скоба и и необходимо было убрать при помощи плоскогубцов чтобы войти в bios необходимо нажать клавишу дел появится пароль пароль будет fireport f с большой буквы что мы видим в bios main advanced power management security boot и exit в main мы видим системная информация и жесткий диск 60 гигабайт в advanced вот так вот чтобы включить загрузку с нашей флешки надо перейти сюда и boot from usb сделать enable далее usb host никогда не ставьте disable потому что не сможете зайти в bios при помощи usb клавиатуры а так как тут ps на 2 нету то в bios не сможете зайти придется сбрасывать его и заново настраивать и могут еще возникнуть некоторые вопросы иногда придется его перешивать из-за этого после сброса power management security в boot видим варианты загрузки выйти с сохранениями f10 и вот с нажав клавишу p на клавиатуре можно зайти в boot меню вот так вот выглянет наша система так вот такая встроенная графика вот двухъявленный процессор здесь встроенный гигабитный риалтековский контроллер ethernet а вай фай модуль поставил уже от ноутбука старого вот он определяется запустили хром и шанс тут главное шума свете из конечно же youtube чик восьмерка морозится потому что хочет обновляться для чего может понадобиться для чего может понадобиться такой тонкий клиент ноутбуков и компьютеров это просмотре ютуба фильмов и все остальное то есть это рабочий компьютер который занимает очень мало места который можно фактически подключить к телевизору и будет как медиа станция через который можно смотреть youtube фильмы и стоит он относительно недорого и может улучшаться при помощи комплектующих которые уже очень доступны то есть восемь гигабайт ddr3 найти но это не проблема но я так думаю ну смысл в чем что youtube интернет можно спокойно смотреть фильмы тоже можно смотреть и вполне интересное решение единственное что ему не хватает это не хватает это поставить нужно охлаждение потому что здесь устроена система так что если он начинает перегреваться так и тут пассивное нахлаждение он начинает сбрасывать мощность начинает тупить а если поменять термопасту и поставить кулер от ноутбука с регуляцией что можно было добавить если шум не критичен кулера то ради бога все критичен можно вот сейчас как сейчас выставить его почти не слышно крутится спокойно на малых оборотах и все ему хватает так что это настоящий детектив так что это достойная альтернатива простому пк который громоздкий большой есть еще люди которые англоязычных каналах вот человек менять термопасту ставит большой кулер с внешним питанием дополнительным и будет использовать его но тонкий клиент как ретро гейминг PC вон ставят оперативку игровую но он будет использовать его как игровой компьютер для старых игр какого-нибудь там Quake 3 Unreal 2 3 наверное вот и всякие такие игры те которые по которым ностальгируешь из детства или там из молодости на нем тоже можно поиграться вот он поставил кулер поставил оперативку и играется так что для игр старых особо нетребовательных это требует видюху и процессор можно тоже пользоваться не только для интернета для просмотра фильмов ну и для старых игр в принципе он небольшой его можно всегда взять с собой допустим на работу вкинуть в сумку или в рюкзак и там если есть какой-нибудь монитор клавамыш подрубить и сидеть играться проводить время еще его можно использовать как компьютер для учебы так что если поставить его своему ребенку явно он в современные игры играть не будет а для серфинга в интернете для поиска информации для просмотра обучающих видео его будет вполне достаточно есть у него еще такая потаенная функция ну как бы он может работать по прямому назначению допустим если у вас стоит большой игровой компьютер и если его подключить к телевизору именно тонкий клиент по сети можно так его настроить что мощность будет передаваться на тонкий клиент и вы будете играть на том компьютере который находится в другом месте по сети подключенным и его будет достаточно чтобы играть в мощные игры даже у такого слабого маленького компьютера есть еще большой потенциал за относительно небольшие деньги и 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